Ежегодно одна и та же картина наблюдается в селе Большие Ключищи, что в Ульяновском районе. Снег на полях тает, сходит к берегу, отчего Свияга подбирается к домам местных жителей. Под водой оказывается дорога и мост, который ведет к жилым домам. Переправа ушла под воду на 50 сантиметров. Сотрудниками МЧС организованы переправы местных жителей через отопленный участок дороги. От села отрезано несколько жилых домовладений. Добраться другими путями невозможно. Жителей на лодке переправляют в школу, на работу и за продуктами. Ежедневно доставляет порядка 20 человек. Местные уже хорошо знают спасателей, относятся как к родным. Вот, например, услугами спасателей воспользовался один из сельчан Сергей. Он направлялся к своему родственнику на день рождения. Вез продукты и подарки от близких. Сегодня у дяди день рождения. Хочу сейчас переправиться через реку. То есть поздравить его. Я-то и продукты купил, то есть надо все доставить. Хлеб, не хлеб, молоко. Уровень воды в Свияге с каждым часом растет. За последние сутки он поднялся на 10 сантиметров. Сотрудники МЧС дежурят на месте потопления посменно с 7 утра до 7 вечера. Путь с одного берега до другого составляет приблизительно 10 минут. По реке курсирует всего одна лодка. Поэтому для жителей на каждом берегу установлены таблички с номерами телефонов спасателей. Здесь у нас и на другом берегу установлены таблички с номерами телефонов. Люди подходят, набирают номер телефона, звонят. Мы пребываем на тот берег, если необходимо или на этот. Затопление моста для жителей – дело уже привычное. Каждую весну в период половодия связь с другим берегом оказывается под водой. Решить проблему можно, но, как отмечают в районной администрации, дело затратное. Необходимо не только поднимать мост, но и реконструировать дороги. Алексей Русских, который побывал на месте затопления, поручил проработать возможность реконструкции мостового перехода и представить варианты по организации альтернативного проезда в зоне подтопления.